Здравствуйте, меня зовут Мико, и я хотел бы представить вашему вниманию «Мэри Трактор» компании «Соукона». МТ-700 представляет собой трактор, специально разработанный для эксплуатации вместе с ротоваторами и почвенными фрезами «Мэри Крашер» в крупномасштабных проектах по расчистке и введению земель в сельхозоборот. МТ-700 является самым производительным гусеничным трактором на рынке. Он оснащен функцией механического отбора мощности. Трактор отличается производительностью, универсальностью и возможностью использования различного навесного оборудования. «Мэри Трактор» можно использовать для работы в экстремальных условиях, когда другие колесные и гусеничные тракторы уже неэффективны. МТ-700 уникален, обладает высочайшей производительностью за счет высокой мощности двигателя и имеет механический вал отбора мощности. При высоких нагрузках трактор работает быстрее, при меньшем расходе топлива на гектар. По сравнению с другой техникой. Мощный дизельный двигатель большого рабочего объема развивает высокий крутящий момент для широкого диапазона оборотов двигателя. Высокий крутящий момент является наиболее важным параметром двигателя при выполнении операций по расчистке с большим заглублением. Сочетание мощности и колоссального крутящего момента позволяет двигателю работать на низких оборотах. Отсутствие необходимости эксплуатации двигателя на пределе приводит к значительному снижению среднего расхода топлива без ущерба для производительности и качеству работы. Мы находимся в кабине, оснащенной системой климат-контроля и предоставляющей отличный обзор в любом направлении. Здесь установлен реверсивный пост управления. Пост имеет три рабочих положения. Переднее, боковое И заднее. Заднее положение наиболее часто используется при работе с навесным оборудованием. Как вы можете видеть, рабочее место очень удобное. Все органы управления находятся в непосредственной близости. У меня прекрасный обзор в любом направлении. У нас есть три дисплея. Один дисплей для контроля дизельного двигателя и два дисплея для управления трактором. Один дисплей для управления трактором расположен спереди, а другой – сзади. С помощью руля мы можем выбирать направление движения. Выполнять бесступенчатую регулировку скорости от 0 до 16 км в час. Осуществлять регулировку оборотов дизельного двигателя, а также регулировать основную скорость движения. Низкой считается скорость от 0 до 8 км в час. Высокой – от 0 до 16. Низкая скорость используется для выполнения работ. Высокая скорость применяется для транспортировки. На минимальной скорости нам удается достигать максимального тягового момента на гусенице, который составляет порядка 16 тонн. С помощью джойстика мы управляем подъемными рычагами, верхней тягой и выводами вспомогательной гидравлической системы. Подъемные рычаги – это двунаправленные рычаги с независимым управлением. Это означает, что мы можем опускать подъемные рычаги независимо друг от друга и наклонять их в боковом направлении. Данная функция является крайне полезной при работе с ротоватором на пересеченной местности. В тракторе установлены две педали тормоза – одна сзади и одна спереди. С помощью педали тормоза я могу выполнить бесступенчатое снижение скорости с установленного значения до нуля. Данная функция является необходимой при работе с фрезой или ротоватором. Например, по мере приближения к копню я могу снизить скорость, удалить пень, а затем вернуться к изначальной скорости. На дисплее отображается вся необходимая информация. При этом некоторые рабочие параметры регулируются с помощью дисплея. При разработке данного трактора мы стремились к максимальной простоте. При этом сохранили высокую эргономику и точность управления. Это означает, что Мэри Трактор обладает только необходимыми и важными функциями для работ по расчистке. От всего остального мы отказались. МТ-700 оснащен гидростатическим приводом. Как мы уже говорили ранее, скорость движения может плавно, бесступенчато регулироваться в диапазоне от 0 до 16 км в час. Доступно три варианта гусениц для МТ-700. Базовая резиновая, стальная и сдвоенная резиновая. Каждая гусеница имеет ширину 800 мм. Второй комплект резиновых гусениц может быстро устанавливаться в дополнение к базовым резиновым. С таким сдвоенным комплектом трактор имеет одинаковую ширину и длину. Благодаря этому он оказывает очень низкое давление на грунт, равное 185 граммам на квадратный сантиметр. Приводной механизм установлен в корпусе гусеницы. Алюминиевые, опорные колеса большого диаметра. Цилиндры, натяжение гусеницы. В резиновой гусеничной цепи натяжение осуществляется полностью автоматически. При движении назад на траках гусеницы усилие натяжение постоянное. При движении вперед натяжение гусеницы регулируется в зависимости от давления гидродвигателя привода. При увеличении давления гидродвигателя увеличивается и усилие натяжения гусеницы. Сзади установлена массивная трехточечная навеска, вспомогательные выводы гидравлической системы и механизм отбора мощности. С правой стороны трактора установлены все масляные теплообменники гидравлической системы. Наверху охлаждение трансмиссионного масла, механизма отбора мощности и насосов. Радиаторы большого размера, расположенные снизу, предназначены для охлаждения главной гидравлической системы, по одному для каждой гусеницы. Мы можем открывать и откидывать радиаторы для выполнения обслуживания и очистки. В режиме эксплуатации все вентиляторы работают на обдув. Однако, для проведения очистки радиаторов мы можем изменять направление потока, создаваемым вентиляторами. Подготовка МТ-700 к техническому обслуживанию. Давайте заглянем в отсек для двигателя. У нас есть два топливных бака. Один расположен слева и имеет объем 300 литров, и один справа, приблизительно на 200 литров. Здесь у нас установлен турбированный дизельный двигатель Вольво с шестью цилиндрами, рабочим объемом 16,2 литра. Таким образом, мы имеем 768 лошадиных сил и крутящий момент порядка 3300 ньютон-метров. Да, вы не ослышались, 768 лошадиных сил. И эта мощность может быть направлена в полном объеме на вал отбора мощности. Немного позже я покажу вам, как это можно сделать безопасно. Компания Бандиоли произвела для нас радиатор с вентилятором с возможностью изменения направления потока. Функция поворота лопасти вентилятора используется для режима очистки. В рабочем положении основного вентилятора осуществляется обдув. Вот почему у нас непосредственно под капотом есть специальный вентилятор для подачи чистого воздуха в отсек двигателя. Воздушный фильтр, топливные фильтры, масляные фильтры расположены с другой стороны. Как вы можете видеть сами, обеспечен легкий доступ ко всем компонентам. Давайте заглянем в насосный отсек, расположенный сзади. Так выглядит насосный отсек. Как вы можете заметить, здесь много места и очень легкий доступ ко всем основным компонентам и точкам обслуживания. Все основные компоненты гидравлики и системы управления поставляются компанией Заор Данфос. Давайте посмотрим, как выглядит трансмиссия от двигателя к валу отбора мощности и в рабочем органе. Так выглядит привод рабочего органа, почвенной фрезы или ротоватора Мэри Крашер. Как вы видите, она полностью механическая, никаких ремней или цепей, только шестерни. Механическая передача отбора мощности, изготовленная компанией Соукона, предназначена для безопасной передачи высокого крутящего момента. Встроенная главная муфта выполняет предохранительную функцию и производит включение и выключение подачи момента. Данная муфта обеспечивает защиту всей трансмиссии, от трактора до дробильного оборудования. Все ротоваторы Мэри Крашер оснащены предохранительными муфтами защиты от перегрузки, управляемые давлением. Данные муфты были разработаны и запатентованы компанией Соукона. Дизельный двигатель дает максимальный крутящий момент в диапазоне между 1200 и 1700 оборотов в минуту. Благодаря высокому крутящему моменту мы можем поддерживать рабочие обороты в очень низком диапазоне. Таким образом, это сохраняет очень низкий расход топлива, а также увеличивает ресурс, так как им не приходится постоянно работать на пределе. Здесь вы видите вал отбора мощности и главную муфту. Принцип работы муфты очень прост. Она работает как дисковый тормоз в автомобиле, только наоборот. При подключении вала отбора мощности рабочее давление на муфту приходит через данный вращающийся штуцер. Затем давление передается на тормозные суппорты в цилиндры, которые плотно прижимают тормозные колодки к тормозному диску. Таким образом, подключается вал отбора мощности. В процессе работы, при достижении максимальных нагрузок, муфта постоянно незначительно проскальзывает. Например, при измельчении крупных пней и так далее. Снятие максимальных нагрузок является ключевой задачей при поддержании карданной передачи в безопасном режиме, под воздействием такого высокого крутящего момента. В качестве преимуществ данной патентованной муфты можно выделить следующее. Мощность и крутящий момент муфты не зависят от оборотов. Крутящий момент остается одним и тем же для любых оборотов. Муфта является устойчивой к воздействию высоких температур, так как она изготовлена из автомобильных компонентов, тормозных суппортов и тормозных колодок. Как нам известно, данные детали предназначены для работы в высоких температурных режимах. Поэтому при нагревании деталей вместо снижения трения и крутящего момента наблюдается увеличение трения и увеличение крутящего момента соответственно. Расходные материалы, а именно тормозные колодки, легко заменить и они не являются дорогостоящими. Как вы могли видеть, в ротоваторах и фрезах у нас тоже есть предохранительные муфты, управляемые давлением. Принцип их работы абсолютно такой же. Для предотвращения значительного проскальзывания мы разработали средство электронного контроля проскальзывания муфты. Проще говоря, мы измеряем обороты с обеих сторон муфты и сравниваем данные значения между собой. В случае обнаружения разницы между ними, мы понимаем, что муфта проскальзывает. На дисплее мы можем установить максимально допустимое значение проскальзывания муфты в процентах. В случае превышения данного значения, система отключает механизм отбора мощности. Благодарим вас! Вашему вниманию был представлен краткий обзор Мэри Трактор, производимого компанией СОУКОНО. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...